Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и мы с вами находимся в Дарвиновском музее на выставке «Размер имеет значение». Ну а сегодня я хотела задать вам вопрос, а вы верите в единорогов? Ну, может быть, кто-то считает, что единороги существуют и представляют себе их как таких милых лошадок с радужным хвостом и с большим завитым рогом, который находится у них на морде. Но в таких единорогов, пожалуй, я не очень-то верю, но единороги на самом деле существуют и единорогами называют удивительных морских млекопитающих, а их другое название — нарвал. Вот об этом животном по просьбе одного из наших зрителей мы сегодня с вами и поговорим. И у меня есть самый настоящий единорожий рог. Сейчас я вам его покажу. Вот, посмотрите, это совершенно уникальный экспонат, который хранится в фондах нашего музея. Это рог или бивень удивительного совершенно животного морского млекопитающего — нарвала. Живет он в Арктике, поэтому мы не случайно снимаем этот предмет рядом с белым медведем. Они действительно соседи и не просто соседи, но белый медведь — это одна из важнейших опасностей, которые угрожают нарвалам в природе. Как вы видите, бивень прямой, он может быть длиной до трех метров. Немножко покороче, но он обломан, прижизненно обломан на кончике. Он закручен, всегда это левая спираль. Он довольно тяжелый, может весить до 10 килограмм, и он полый внутри. Как обычный зуб, потому что внутри зуба есть полость пульпа. Бивень — это очень загадочная часть нарвала, и этот бивень вызывает у ученых много всяких вопросов и много споров, зачем он нарвалу в принципе нужен. Есть разные предположения, но самое простое — поскольку бивни нарвалов, как правило, бывают у самцов, то, скорее всего, это результат полового отбора. Соответственно, самцы именно бивнем отличаются от самок. Правда, в этом правиле есть исключения. Иногда случается, что у самок, примерно у 15% самок, тоже вырастают бивни. А у небольшого количества самцов, примерно 1 на 500, вырастает не один такой красивый бивень, а целых два. Представляете? Конечно, прежде всего, это результат полового отбора. Но, с другой стороны, наверняка у этого бивня находятся и какие-то другие применения. Было отмечено, что, например, самцы нарвалов используют бивни для того, чтобы глушить свою добычу, когда они охотятся на какую-то рыбу. То есть они просто сверху по этой добыче бьют, и потом ее аккуратненько могут съесть. Кроме того, было отмечено, что бивни играют важную роль в социальной организации нарвалов. И иногда самцы нарвалов трутся друг об друга бивнями, считается, что это способ передачи какой-то информации. Например, такой информации, откуда этот нарвал, откуда этот самец приплыл, в каких он был водах, какова соленость этих вод и так далее. Поскольку, действительно, бивень этот, он, с одной стороны, очень прочный, с другой стороны, он гибкий. Кроме того, он снабжен большим количеством нервных окончаний, то есть он еще и чувствительный. И считается, что этот бивень помогает нарвалам определять, например, соленость воды и также помогает им определять давление. И это очень важно, потому что нарвалы могут погружаться на большую глубину. В средние века люди не очень были знакомы с таким животным, как нарвал. Но бивни такие, тем не менее, все-таки попадали в руки европейцев и им приписывали всякие магические свойства. Например, считалось, что порошок из бивни единорога или чаши, изготовленные из этого бивня, они способны нейтрализовать практически любые яды. Ну и поскольку бивень обладал магическими свойствами, то из него изготавливали различные очень важные предметы. Например, бивни такие использовались для изготовления тронов царей. Использовались для разных совершенно изделий и вообще эти бивни очень ценились. И бивни эти ценятся до сих пор, потому что на этих животных продолжают охотиться, например, инуиты, которые живут в Канаде. Это такой малочисленный северный народ и у них это часть традиционного образа жизни. Поэтому, если в основном охота на нарвалы все-таки запрещена и в России, например, на них никто не охотится, то в некоторых странах все-таки охота на этих животных существует. Итак, друзья, сейчас мы вернем наш замечательный экспонат Фонда Музея и продолжим разговор о нарвале. Итак, поговорим с вами не о мифинческом, а о реальном единороге, морском единороге или нарвале. Нарвал это кит среднего размера, он относится к зубатым китам. И это кит, который обитает исключительно в холодных водах Арктики, в Северном Ледовитом океане и Атлантическом океане. И этот кит не встречается практически южнее 70-го градуса северной широты. Поэтому долгое время с этим китом не очень-то хорошо были знакомы европейцы, потому что действительно в природе он им не особенно часто встречался. Если говорить о его систематике, то он относится к семейству, которое называется Монодонтида. И к этому же семейству помимо нарвала относится еще один кит среднего размера, который называется Белуха. Но Белуха, наверное, более известна и знакома. Белуха содержит и в различных океанариумах, то есть это животное, которое гораздо лучше изучено и гораздо более знакомо широкой публике. Несмотря на то, что они относятся к одному семейству, они все-таки относятся к разным родам, потому что у них помимо сходства определенного есть еще определенные отличия. И самое яркое, пожалуй, отличие это наличие бивня у самцов нарвала. Если говорить о названии, то название нарвал происходит от древнескандинавских слов. И если перевести на русский язык, то это означает трупный кит. Нар – это труп, вал – это кит. Но не очень романтическое название. Морской единорог мне, например, нравится гораздо больше. И тем не менее, все-таки это так, потому что именно жители Скандинавии были теми людьми, которые регулярно с этим китом в течение своей жизни встречались и, мало того, даже на него охотились. Но а научное название этого кита – монодон моноцерос в переводе на русский язык греческого означает «один зуб, один рог». Но можно сказать, такой он «однозубый, однорог». Это животное действительно уникально. Если посмотреть на другие его анатомические особенности, то помимо необыкновенного совершенно рога или зуба, у него еще отсутствует, например, спинной плавник, у него шейные позвонки подвижны, в отличие от большинства китообразных, и у него всего два зуба на самом деле. Один зуб как раз у самцов развивается, вот этот необыкновенный совершенно рог, ну а второй зуб не развит. Если говорить о их размерах, то примерно эти киты достигают размеров от четырех до пяти с половиной метров и весит от 800 до 1600 килограммов. То есть они действительно такой средний размер, не сказать, что очень крупные, но тем не менее. У них, как правило, самцы немного крупнее, чем самки. Морда у них короткая и очень хорошо развит такой орган, который называется у китообразных дыня. Он свойственен зубатым китам, и вот именно у этих животных он очень хорошо развит, поэтому у них такой лоб очень округлый. Дыня это такая особая жировая ткань, которая служит звуковой линзой, и этот орган совершенно необходим животным, потому что они активно пользуются звуками и пользуются ими не только для общения друг с другом, но пользуются звуками также для эхолокации, для того чтобы ловить свою добычу. Итак, бивень это зуб, это левый клык, который вырастает в такую очень длинную структуру, мощную, досягающую длиной 3 метров. Он полый внутри, его вес достигает 10 килограмм, и несмотря на то, что он достаточно твердый, прочный, он тем не менее эластичный и может изгибаться в разных направлениях довольно сильно. Питание. Чем они питаются? Питаются они в основном рыбой, но кроме рыбы еще могут использовать в пищу головоногих моллюсков. Причем состав рыбы меняется в зависимости от времени года. Если мы говорим о зиме, то киты питаются в основном у дна, и их основной добычей становится в это время года камбала. В летнее же время года они поднимаются более высокие слои воды, и здесь их добычей становится и треска, и разная другая рыба, северная, которая в изобилии в северных морях водится. Эти киты интересны еще тем, что они могут нырять на достаточно большую глубину, особенно в зимнее время года, самцы нарвалов могут нырять на глубину полторы тысячи метров и проводить под водой около 25 минут. Но это такая рекордная глубина, а в целом они, по наблюдениям ученых, могут в течение дня нырять до 15 раз на глубину 800 метров. То есть у них действительно в этом смысле совершенно потрясающие способности. Я сказала, что бывают случаи, когда два бивня вырастают у самцов. Известен случай, правда, пока единственный, когда два бивня вырастают у самок. Экземпляр такой был найден во второй половине 17 века, и он хранится в зоологическом музее Гамбурга. Череп с двумя бивнями, принадлежавший когда-то самке. Угроза. Несмотря на то, что нарвал не маленькое животное, все-таки у него тоже есть свои враги. Одним из главных врагов этого животного являются белые медведи, которые регулярно на них охотятся. Кроме того, на них могут нападать гренландские акулы, а также касатки, которые являются очень эффективными хищниками. Что еще мы знаем о нарвалах? Ну, не сказать, что очень много. Мы знаем, что нарвалы общительные. Они издают множество самых разных звуков, как, например, их родственники белухи. Они издают звуки, напоминающие свист или щелканье. И, как я уже сказала, эти звуки они издают не только для общения между собой, хотя они довольно общительны, но они издают их и для того, чтобы использовать их в эхолокации при поиске добычи. Они могут держаться группами, и размер этих групп тоже зависит от времени года. И если зимой, как правило, эти группы довольно маленькие и содержат где-то порядка 20 животных, то в летнее время года они могут собираться гораздо более крупными. То есть несколько маленьких групп объединяются между собой. Получаются довольно большие группы нарвалов, содержащие от 500 до 1000 особей. Ну и они немножко мигрируют в пределах северных морей. Они перемещаются в зимнее время в открытое море, там, где существуют трещины на льдах. Поскольку это все-таки млекопитающие, им необходимо дышать. Для этого им нужно выныривать на поверхности. Ну а зимой существует такая проблема. Море сковано льдом, и возникает в связи с этим трудности у нарвалов. И, кстати говоря, вот одна из главных все-таки опасностей для этих животных, что многие из них гибнут просто задохнувшись подо льдом, не имея возможности вынырнуть наружу. А в летнее время года они перемещаются ближе к побережьям и добывают себе пищу там. Половозрелыми становятся самцы и самки в разном возрасте. Если самки становятся в среднем способны размножаться в 5-7 лет, то самцы становятся половозрелыми примерно в 11-13 лет. То есть все-таки значительно позже, чем самки. Кстати, беременность длится довольно долго. Она длится 14 месяцев, то есть больше года. Рождается один детеныш, и детеныш довольно большой. Его длина 1,6 м в среднем. Детеныш долгое время остается при матери, и мать в течение еще 20 месяцев кормит его молоком. Все это время, как правило, от своей матери далеко не удаляется. Продолжительность жизни нарвалов. Долгое время считалось, что она составляет порядка 50 лет. Средняя продолжительность жизни. Но были в 2007 году проведены уникальные исследования. Продолжительность жизни для этих исследований изучали хрусталики нарвалов. Но, к сожалению, на этих животных, как я уже сказала, охотятся. И, соответственно, из глаз нарвалов, которые были во время охоты добыты, были извлечены хрусталики. Эти хрусталики подвергались анализу рецименизации аспаргиновой кислоты. И, соответственно, этот метод показал, что продолжительность жизни нарвалов недооценивалась очень сильно. И она значительно больше, чем изначально считалась. И, скорее всего, самки способны доживать до 115 лет. Ну, а продолжительность жизни самцов несколько меньше, до 84 лет. То есть, на самом деле, это животные, их можно смело отнести к рукожителям. Проживают они достаточно долгую жизнь. Друзья мои, и, конечно, мы не можем вам показать в нашей экспозиции чучело нарвала, но у нас есть великолепный экспонат. Он находится на третьем этаже в экспозиции, в зале зоогеографии. Это прекрасный скелет нарвала, самца нарвала, вот с этим замечательным бивнем. Так что приходите, у вас будет возможность своими глазами это увидеть. Мы всегда вас ждем, мы всегда вам рады. Не забывайте подписываться на наш канал, писать нам комментарии, ставить нам лайки, если вам понравилось видео. И приходите в музей. Всем хорошего дня! У них есть еще какие-то сильно редуцированные зубы, но они их никак не могут использовать. И, кстати говоря, они добычу зубами не могут схватить. Соответственно, есть такое мнение, что они свою добычу засасывают, то есть они подплывают к ней на максимально возможное расстояние, а затем просто всасывают, как пылесос, себя добычу, потому что, в общем, ухватить ее особенно нечем. Ну, вообще, на самом деле, вот насчет бивней, когда выяснилось, что они имеют очень такую мощную иннервацию, что там огромное количество нервных окончаний в этих бивнях есть, то тоже возникали сразу разные версии, насколько они нужны, важны для жизни, для выживания этих животных. Но, по всей видимости, не сильно важны, потому что иначе бы, наверное, все-таки, естественно, отбор сохранил бивни. То есть бивни были бы и у самцов, и у самок, но они есть только у самцов, как правило. У самок только в небольшом количестве.